17 июня 2021 года. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Этот выпуск мы решили посвятить ультра-ортодоксальным евреям. Но вот каждый человек, который приезжал когда-либо в Израиль, видел на улицах людей в черных шляпах с пейсами и спрашивал, кто они, почему они так одеты, чем они живут, где они живут. И вот сегодня мы с Рафаилом поведем вас в старинные ультра-ортодоксальные районы Иерусалима, притом побываем даже в тех местах, где не ступала нога туриста, потому что туристическим группам вход туда просто-напросто закрыт. И мы расскажем вам об этих людях, о том, чем и как они живут, о людях, которых наше общество и само государство считает не только изгоями, но и врагами страны. Наше постепенное погружение в ультра-ортодоксальные религиозные районы Иерусалима мы начинаем вот отсюда, с улицы Невиим. Это одна из границ между Иерусалимом светским и Иерусалимом религиозным. Районы, которые мы будем с вами посещать сегодня, не могут оставить равнодушным ни одного глубоко верующего человека, неважно, к какой религии он принадлежит. Это районы, в которых живут люди, идущие против современности, против развития современного мира, люди, для которых религия не идеология, а по-настоящему вера. И вот действительно время здесь как будто совсем остановилось. Первый район, который ортодоксальные евреи построили за пределами старого города, был Меа-Шеарим. Это как раз были евреи из Ашкеназов. Надо понять, что тогда в Палестина была турецкая Османская империя. В старом городе в основном жили евреи восточные, арабоязычные и ладиноязычные, это вот такие испанские евреи. И естественно, что Ашкеназам было особо негде жить. Они стали тогда приобрести территорию и построили очень самодостаточный район, который называется Меа-Шеарим. И вокруг него появились все остальные районы. В чем особенности вот этих ортодоксальных евреев? Они поняли, что дух современности губителен для еврейства. Другие еврейские общины, в том числе и восточные евреи, и ладиноязычные, не понимали опасности современного духа после французской революции. А как раз некоторые раввины, которые жили тогда в Вильнюсе, в Литве, в Праге, в Амстердаме, они поняли, что это война против их народа. И они решили непримиримо бороться с духом европейского нового эпоха. В периоде Средневековья они прекрасно справились с властями. Но как только появился вот этот новый дух либерализма, демократии, они поняли, что это будет опасно для их детей. Поэтому переехали они на территорию Востока, на территорию Османской империи. И тут стали строить свои районы. Итак, в XIX веке, можно сказать, существовало два типа еврейства. Прогрессивное еврейство во главе с Теодором Герцелем, которое и создало впоследствии движение сионизм. И, скажем так, отсталое религиозное еврейство, которое видело в сионизме большой соблазн и ересь. Мало того, падение нравов, которое наблюдалось в XIX, начале XX века в Европе, также не вызывало у них одобрения. И поэтому здесь, среди мусульман, а именно на территории Османской империи, в Иерусалиме, они находят тот образ жизни, который был наиболее приемлем для них и удобен. То есть те первые еврейские религиозные переселенцы, приехавшие сюда еще некоторые даже в начале XIX века, то есть задолго до появления движения сионизма, прекрасно ладили с христианскими и мусульманскими соседями. Ну, в общем-то, глубоко верующие люди всегда смогут договориться друг с другом и жить как добропорядочные соседи. Мы с вами находимся сейчас на Кикар-Шаббат. Это, можно сказать, альтернативный религиозный центр Иерусалима. Здесь сходятся все улицы района Меа-Шарим. Кстати, названия этих улиц – это имена древних библейских пророков, которых мы с вами знаем из Ветхого Завета. Что первое впечатляет в этих районах? Ну, конечно, внешний вид жителей. Посмотрите, как одеты, например, женщины. Все замужние женщины непременно носят платок или парик, или шляпку, то есть покрывают голову тем или иным способом. Девочки-школьницы также одеты очень скромно. Обязательно чулки, закрытые туфли, рукав ниже локтя, закрытые блузки, никаких брюк, шорт, ну и уж тем более голых животиков здесь вы не увидите. Мужчины по традиции ходят в черных костюмах и белых рубашках. Это традиция более поздняя, уже XX века. Раньше евреи-ашкеназы даже ходили, ну, в принципе, просто в скромной одежде, так, как было принято в тех странах, где они жили. Такая униформа – это уже веяние нового времени, но она подчёркивает собранность, скромность, сосредоточенность. То есть эти люди не лукавят, они живут строго в соответствии со своей религией. И если они утверждают, что еврейство и иудаизм неотделимы, то они выполняют законы иудаизма максимально честно и точно. Что служит руководством для них? Ну, конечно, Торы, Пятикнижие, Священное Писание. Однако большим авторитетом пользуется Талмуд, толкование раввинов. Изучению Талмуда посвящена вся жизнь мужского населения этих районов. Хотя многие и работают, и держат бизнес, и об этом мы чуть позже скажем. Ну, а также своеобразным домостроем для них, то есть сборником правил бытовой жизни, служит книга Шулхан-Арох, которая была составлена раввинами на основании, опять же, закона Моисеева в изложении раввинов. И по этой книге весь распорядок их жизни. Называют же эти люди себя харидим, то есть они отделяются от всего основного общества и оберегают свою веру, свои традиции, растят очень строго в этом детей. Харидим в переводе означает те, которые имеют страх Божий. Но это не означает, что они живут мрачную жизнь. Конечно, допускается, что бывают и несчастные, и унылые представители ротодоксальных и ультра-ротодоксальных евреев. Но, в принципе, то, что меня всегда впечатлило с детства, что люди в основном довольно счастливы в своих ролях. Конечно, бывают и люди, которые им эта система не подходит. И бывают, конечно, люди, которые уходят от их общин, и им потом очень трудно справляться в светской жизни и так далее. Но те, которые берут на себя эти ограничения, они вполне живут себя счастливой жизнью. Очень строгий пуританский образ жизни ортодоксальных еврейских общин порождает и свой сектор. В торговле, в бизнесе религиозные евреи не носят ту одежду и обувь, которую носят светские израильтяне. Соответственно, появляется очень много магазинов, брендов даже и специальных фабрик, которые шьют ту одежду, которая подходит верующему еврею. Эта одежда скромная, закрытая. В некоторых общинах принято носить, например, только темные цвета, даже женщинам. У других раввинов допускаются светлые цвета в одежде, но однозначно нигде не разрешено короткое, обтягивающее, соблазняющее. То есть здесь всё очень старомодно. И не скрою от вас, мы, верующие православные христиане, нередко покупаем одежду именно в харидимских магазинах и районах, потому что только здесь можно найти красивые длинные юбки для храма, скромные блузки без голых плеч и так далее. Ну, конечно же, есть здесь и своя улица Шензелизе, если можно так выразиться. Есть более светская часть, что ли, района Мея Шеарим. Это улица Ехескель, где очень модные, красивые, дорогие магазины. В обществе религиозных евреев тоже есть, конечно же, и те, кто победнее, и те, кто побогаче. Среди светских израильтян бытует мнение, что вот, мол, ультраортодоксы живут на наши деньги, то есть на налоги, которые платят светские работающие граждане. Ну, это, как бы мягко сказать, не совсем так. Во-первых, ортодоксальные еврейские общины имеют спонсоров, конечно же. За границей есть немало очень богатых евреев, которые жертвуют деньги на поддержание общин у нас в Иерусалиме. Кроме того, в среде ультраортодоксов очень развиты свои внутренние бизнесы. Ну, возьмем даже кашрут. Верующие евреи ведь едят не просто кошерные товары, которые продаются у нас во всех суперах и магазинах. У нас других товаров здесь и нет. Этот кашрут, то есть проверка раввинами, что продукт не содержит ингредиентов, запрещенных евреям, для них недостаточно. У них есть бодац, у них есть свой высокий кашрут. Самый высокий – это эдахаридит, то есть специальный кашрут для ультраортодоксов. И это очень большие деньги, да, то есть это бизнес, настоящий бизнес, за счет которого живут общины. У них много общественных организаций, когда богатые бизнесмены помогают бедным семьям, иногда даже покупают им квартиры, жилье и так далее. То есть это, в принципе, своя автономная система и своя, ну, в общем-то, демократия. Центр жизни и мечта для любого еврея – это, конечно, храм. Однако способы, как надо реализовать эти мечты, бывают у разных представителей еврейского народа разными. У ультраортодоксальных евреев это все на уровне молитвы и правильная практика и исполнение заповеди Божьей. Тогда и благодать придет, и придет и сам Мессия тоже. А любые какие-то манипуляции внешние, политические для того, чтобы пришел Мессия, они воспринимают как ересь или даже как откровенный сатанизм. Есть, конечно, ортодоксальные евреи, которые нашли для себя некий компромисс между своей глубокой религиозностью и, скажем так, либеральным сионизмом Израиля. Но большинство ортодоксальных евреев не признают государство Израиль, как мы уже говорили, считая идеей сионизма откровенным сатанизмом. Они не берут гражданство Израиля. Многие живут здесь по своим иностранным паспортам из тех стран, из которых они вышли, и осуждают тех, кто идет на компромисс с современным, как они называют светским, безбожным государством Израиль, ради дотации и ради денег. Вот такой внутренний раскол. А теперь посмотрите на эту надпись. «Счастливые жизни только без интернета и кино». Ну, вроде бы, в принципе, все правильно с точки зрения юдаизма. Однако государство Израиль очень славится тем, что у нас как бы высокие технологии, страна нанотехнологии, страна программистов, и что вся вообще силиконовая долина там наполнена евреями. Вот как раз жители Меаша Арима, вот именно этот район, который вы видите сейчас, они не сочувствуют этому. Однако, стоит сказать о том, что бывает сейчас тенденция и среди ортодоксальных евреев все больше и больше принять современный мир, потому что жить как-то надо, и не у всех есть эта возможность. То, что мы видим сейчас, это может быть даже последние поколения этого. Я даже не знаю, честно говоря, как верующий христианин, даже переживаю, как все эти люди будут пережить наши новые времена. Много сейчас говорится против ННН, против чипизации, бог знает еще против чего, но мало в какой стране есть общество и большое общество людей, которые реально делают что-то против этого. Представьте себе, в современном Израиле даже заказать очередь на почту можно только через аппликацию в телефоне. То есть вот эти люди, они во многом лишены комфорта, удобства современной жизни. У них нет мобильных телефонов, они даже не могут запарковать машину. Да у многих здесь машин-то просто и нет. Жители этих районов чаще всего передвигаются на общественном транспорте. Ну и еще одним серьезным протестом против государства Израиль в этих районах является язык. В этих районах не говорят на иврите, они говорят на идыш. На иврите они молятся и читают священное писание. Они считают, что иврит – язык священный, и недопустимо использовать его в повседневной жизни. Помню, как моя мама, проработавшая домохозяйкой в семье одного уважаемого раввинов, Кирьят Беллс, слышала, как не раз его жена ругала детей за то, что они говорили между собой на иврите, и заставляла их переходить на идыш. В наши дни Бухарский район, который был также построен в конце XIX века, один из самых красивых архитекторов был Конрад Чик, это был европейский архитектор, дома роскошные. Но в наши дни бухарцы здесь не живут, а эшкенадские евреи. Причина в том, что бухарцы, несмотря на их очень большое благочестие, традиционализм и так далее, они не встали на такую антагоническую позицию против современности и даже против сионизма, они не были, не были у них такие позиции, и соответственно они растворялись потом просто в общее израильское общество. Да, у них есть традиции, что по происхождению они бухарцы, но они не ходят в национальную бухарскую одежду, как 200 лет назад. А вот харидим за счет того, что они поняли, что современность это какой-то как бы действительно вирус для них, я не говорю, что я так думаю, они решили против него бороться, и соответственно они смогли сохранить свой характер. Так что в наши дни бухарский район, он по названию бухарский, правда тут одна синагога еще осталась, вот видите, это первое здание как раз в этом районе, дома очень красивые и типичная такая наша палестинская архитектура, могу сказать, не отличается ни от дома, которые строили немцы, ни от дома, которые русские строили в Горнии, ни от дома, которые строили христиане, и в принципе архитекторы так и были в основном христиане. Но вот смотрите, здесь новые подстроили этажи выше над старым бухарским домом, так что в наши дни бухарский район также относится к ультра-ортодоксальных эшкеназов, которые также здесь живут. Вы не поверите, но когда гуляешь по этим районам, ощущение полной органики, полного слияния этих районов с этой землей и другими народами, которые здесь жили и живут. Эти районы не идут, и их жители не идут в разрез, ни с мусульманским образом жизни, ни с христианским образом жизни, эти районы – органичная часть Палестины, органичная часть этой земли, на которой испокон веков жили в добром соседстве разные люди, разных вероисповеданий, разных национальностей. Как я уже говорила, глубоко верующие люди всегда договорятся между собой. Вот в таких достаточно бедных, часто запущенных старинных домах живут люди, которые по-своему борются с современным обществом. Конечно, бедность, нищета, семьи все многодетные, поскольку, как и любые глубоко верующие люди, религиозные евреи рождают всех деток, которых посылает Бог. Но, с другой стороны, вы удивитесь, дети в этих домах счастливы. Во-первых, они живут в общине, они живут, как мы с вами читаем опять на вывеске, без интернета, телефона, мультиков и сторонних развлечений, но у них есть свои развлечения, у них есть игры, часто они играют на улице, ровно так же, как мы с вами играли на улице в детстве. Они читают книги, девочки очень много вышивают, шьют, учатся готовить хозяйство. Кстати, вышивка – это вообще отдельная тема, потому что девочки готовят себе так приданное до сих пор во всех религиозных семьях. Да, здесь не учат детей английскому языку и математике, что, на мой взгляд, является некоторым перегибом, но я понимаю, почему, чтобы не было доступа к внешним источникам информации. А вот и стен газеты, это называется пашквили. Это способ обмена информации, который существует уже очень много лет. Тут объявляют, например, о том, что одна ультраортодоксальная девочка хотят её забрать в армии, и она не желает это делать, и они сопротивляются вот это, то, что они называют несправедливое безбожное правительство. Безбожное правительство хочет уничтожить древние кладбищи, и мы будем стоять молиться. Безбожное общество также организовали провальный, как бы, вот праздник у горы Мирон, и они хотят тоже, чтобы было расследование. Короче, все дела, которые связаны обычно у нас со СМИ или с интернетом, у них проводятся через таким образом. Автобус везёт нас с вами ещё в один район. В этом районе вы увидите людей, которые ведут самый строгий образ жизни, и которые откровенно пишут на стенах и говорят о том, что они антисионисты. Нужно объяснить, что есть понятие антисемитизм. Антисемитизм – это ненависть к еврейскому народу как к расе, как к этносу. И есть понятие антисионизм. Антисионизм – это неприятие тех способов и методов, которым евреи вернулись на свою историческую родину, тех способов и политических технологий, которыми было построено государство Израиль. Чувствуете, разница ведь очень большая. Но будем говорить сейчас об интересных вещах. Мы входим с вами в район, в котором никогда не бывало и не ступала нога туриста. И правильно они так делают. Они понимают, что присутствие туризма, который любит весь эту экзотику, просто разрушит их быт. И так и здесь прямо и написано по-английски и на иврите. Все группы, мы просим вас, это нас оскорбляет, наших чувств, пожалуйста, перестаньте это делать. Также, дорогие женщины, мы просим вас не проходить здесь нескромной одежды. Это означает закрытая рубачка, длинные рукава, длинная юбка и не узко. В этом районе запрещены не только женские брюки, но и любая видеосъемка и использование телефона. К моему мужу сразу же подошли мужчины. Но он объяснил, что он вообще-то родился и вырос в этом районе. Это их настолько тронуло, что они сразу вручили ему вот эту бумажечку, очень потертую, засаленную. Мы вам сейчас ее показываем на экране. Здесь написано, сионисты не представляют евреев. Вот это различие между еврейством и сионизмом, это, пожалуй, ключевой момент в жизни жителей этого района. Да, дело в том, что эти ребята, которые называются из Хаяшу в Хаяшан, то есть из старого населения Иерусалима, люди, которые здесь и до Израиля, до англичан, со времен турок, у них совсем другой подход. Они сидят иногда вместо в тюрьмах с арабами, они получают очень сильные удары от наших спецслужб, которые просто любят издеваться над ними. И, соответственно, у них жизнь, это действительно протест, бунт против современного мира. Соответственно, кроме того, что я помню себя трехлетно, как я ходил по этим улицам, мне было, в принципе, очень уютно чувствовал я себя здесь, как дома. Государство Израиль, эти люди не признают настолько, что даже не признают не только армию, но и полицию Израиля. В этих районах есть своя внутренняя полиция, которая разбирается со всеми криминальными случаями и ситуациями, которые вдруг могут возникнуть. Когда же бывают какие-то недовольства властями или притеснения этих районов со стороны Израиля, здесь бывают настоящие бунты и демонстрации. Вот надпись «Вход сионистам воспрещен». Когда бывают возмущения, то вот эти люди, евреи по крови и по галахе, жгут флаги Израиля, точно так же, как это делают арабы. То есть, по сути дела, это вот такие палестинские евреи, живущие здесь уже веками. Обратите внимание на их одежду. Они не в европейских черных костюмах, а в полосатых халатах. Вот так можно отличить жителей Ешу-Ваяшан, то есть жителей тех общин, которые здесь старые поселенцы, приехавшие сюда в начале XIX века, а некоторые еще и раньше. Некоторые ультра-ортодоксальные религиозные женщины предпочитают одеваться так, как одевались верующие еврейки в Иерусалиме в XIX веке. Посмотрите на эту пару. Это не мусульманка и не греческая монахиня, а верующая иудейская женщина. Вот такой пустырь. Я, когда стою здесь, совсем чувствую себя в машине времени и чувствую себя особым счастливым, потому что столько бывает людей на свете моего возраста, которые могут побывать в своем детстве. Вот эти улицы выглядят ровно так же, как они выглядели, когда мне было 3 года или 4 года. Очень много людей в России мечтают вернуться в СССР. Не потому, что там было особо хорошо, а потому, что детство всегда мило, всегда приятно. Но к этой детстве вернуться нельзя. А вот я вернулся в свое детство. Да, хоть я ощущаю себя вполне человеком европейским и христианином, но я очень люблю этот район. И могу вам сказать, что для меня всегда это будет район моего детства. Называется Бейт-Исраэль. Основал этот район Барух-Рапапорт. И здесь есть старинные синагогы, которые я тоже помню с раннего детства. Вот друг моего детства жил как раз в доме, который мы видели справа. И вот помню, когда все эти новостройки, совсем их не было. Израиль определяет себя как иудейская страна, иудейское государство для всех иудеев. Но в чем на практике выражается этот иудаизм? Выражается, скорее всего, на уровне идеологии, но не на уровне практики. А вот как раз эти люди считают, что если мы хотим хранить этот огонь традиции, надо жить по традициям. А как раз служение, например, в израильской армии стирает барьер между евреем и неевреем, между мужчином и женщин, которые служат вместе, между религиозным евреем и нерелигиозным. И они категорически против создавания такого сборного солянка под виде государства Израиль. Для них это все равно, что Навуходоносор или как бы антиох Эпифаний, который как бы заставил всех евреев не принять обрезание, как бы или нарушать субботу, или есть свинину. Для них служить в армии – это все равно, что есть свинину. По мнению ортодоксальных евреев, главная война ведется в области духовной, а не политической или материальной. Соответственно, главное дело любого мужчины или мальчика стать настоящим воином именно в духовной области, то есть изучать закон и исполнять его, разумеется, изучать Тору, священное писание, и Талмуд. Вот поэтому вот эти ешивы – это, по сути дела, и есть их армия. Это то искусство воинское, которому они считают главное научить любого мальчика или мужчину в своей среде. Таким образом, ведется война совершенно на другом уровне, и, как верят евреи, именно в этой области и должен победить Израиль, народ израильский, весь мир и все мировое зло. А апогеем этой войны, победы в ней, будет приход Машеха, то есть мессии Израилева. Вот тогда-то и наступит время царства израильского. Обратите внимание, не государство, а именно царство. И управлять им будет не земной монарх, а сам мессия – помазанник Божий. Вот это очень важный момент мировоззрения ультра-автодоксальных евреев во все века. Они монархисты. И поэтому, когда жили они в европейских странах, всегда имели хорошее отношение с монархами. Они всегда были на стороне того или иного царя, короля или кайзера. И даже когда были гонения на евреев, и они страдали от руки того или иного монарха, были оклеветаны перед ним или еще каким-то образом, они все равно оставались верными и никогда не участвовали в заговорах, мятежах или революциях против свержения царской власти. И, кстати, те революционеры, которые были в различных странах из евреев, это были те евреи, которые отошли от религиозного образа жизни и от религиозных традиций своих общин, то есть придали, скажем, веру отцов. И вот такое монархическое мышление допускает существование царей и королей в любых других странах, кроме Израиля. В Израиле царем и правителем может быть единственный – это Машех, Мессия. Так они понимают. Согласно ортодоксальному юдаизму в его раввинистическом изложении, юдаизм даже – это не просто вероисповедение или идеология, это практика. Если человек не живет по Галахе, это и есть те правила, которые есть у ортодоксальных евреев, он тогда не считается, в принципе, религиозным евреем. Он все равно еврей, но он отступник такой же, как если бы он стал язычником, христианином или что-либо другое. Поскольку все современные государства, их политика, их система, она вся построена по западному европейскому как бы образцу, они считают, что евреи не может быть, в принципе, строить свою государственность так же, как строят все остальные народы. Конечно, жить в таком противостоянии и в состоянии такой внутренней борьбы и оппозиции крайне сложно. Поэтому такие религиозные движения, как Хаббат, например, идут на огромные компромиссы со внешним миром и с государством. И, конечно же, все больше и больше таких компромиссов мы наблюдаем. Но, тем не менее, многие общины еще держатся за свой традиционный уклад, образ жизни и крепко стоят на своих позициях. Мне хочется производить впечатление, как будто мы идеализируем, конечно, этих общин. Как и везде, в каждой общине есть свои проблемы, есть свое лицемерие, свое даже преступность, я бы сказал, даже коррупция, иногда просто даже откровенный разврат. Но они борются с этими плохими тенденциями, в этом я уверен абсолютно, я сам это знаю и вижу. И главное, что несмотря на все их поддения, немощи, иногда просто ошибки преступные, они огонь еврейской традиции в его именно ортодоксальном виде хранят. На этом мы хотим попрощаться с вами, друзья. Наше сегодняшнее путешествие по Иерусалиму закончено. Мы обещаем вам выходить в эфир как можно чаще и желаем вам всего самого доброго!